В начале сентября стартует новый сезон хоккея с мячом и начнется он с грандиозного события международного турнира на Куба губернатора Хабаровского края. Впервые в истории мы примем у себя сильнейшие клубы шведской элит-серии Эдзбюн и Больнес. Их соперниками станут лучшие команды России. Хабаровский Скианник и Байкал Энергия из Иркутска. Так что в преддверии нового сезона болельщики смогут увидеть игру сильнейших хоккеистов мира. Игры пройдут в арене Ерофей с 5 по 8 сентября. Стоит отметить, что шведские команды, не считая национальные сборные, приезжали к нам лишь дважды в 1979 и 1982 годах. Более клубные представители Скандинавии на Дальний Восток не приезжали. Таким образом, этот визит станет первым за последние 37 лет. Хабаровский, который раньше уже неоднократно принимал международные турниры с участием национальных сборных, впервые в истории станет местом проведения международного турнира на клубном уровне. Ведь противостояние России и Швеции это своего рода вишенка на торте в хоккее с мячом. Именно эти страны борются за победу на чемпионате мира, так что обстановка на турнире будет жаркой. Прямые трансляции матчей будут вестись как в России, планируются трансляции на нашем канале, так и в Швеции. Организаторами тура выступает правительство Хабаровского края и капитан хоккейного клуба «Скайнефтяник» Василий Грановский. И именно он сегодня у нас в студии. Василий, доброе утро. Доброе утро. Как вообще возникла идея создания международного турнира? У нас есть такой замечательный турнир, это Кубок мира. Он проходит в городе Сан-Двикини в Швеции и не каждый, конечно, может увидеть этот замечательный турнир. Там собираются все лучшие клубы и за короткий промежуток времени играют сильнейшие команды. Я давным-давно уже задал вопрос, а почему мы этого не можем сделать? Почему мы не можем привести подобный турнир в город Хабаровск? Потому что на сегодняшний день город Хабаровск – это локомотив хоккея с мячом. Мы показали всем, что мы можем, что мы умеем, какая у нас инфраструктура, какая у нас команда. Мы построили команду, можно сказать, с самого начала и дошли до самых верхов. Поэтому почему нет? И тут как-то, можно сказать, даже в начале июня где-то раз проснулись и надо сделать. Все быстро, оперативно, это настолько все внезапно произошло. Идея-то сама, она давным-давно уже теплилась, хотелось это все сделать. Но решительность, она как-то в миг, она раз так вот и появилась. И начали сразу же прозванивать, со всеми договариваться. Ну и вот и на сегодняшний день у нас получается кубок губернатора супер-банди в городе Хабаровске. А правительство быстро откликнулось? Очень быстро, всем очень понравилось. На самом деле эта идея для города Хабаровска замечательная. Да, чемпионат мира два раза как бы, но все-таки это немножечко другое. Тут вся вишенка на торте, вы сказали уже, в том, что здесь каждая игра будет очень такая горячая, интересная. Проходных матчей вообще не будет. Равные соперники, потому что берутся только топовые команды. Поэтому на льду будет очень жарко. Ну вот, кстати, по поводу логотипа, медведь и лось. Да, это символы, получается, символы России и Швеции. И противостояние как раз от России и Швеции. Вот мы показываем, что и сейчас уже в данный момент мы заряжаем болельщиков на то, что будет очень сильное противостояние между двумя странами, да, и между Иркутском, Хабаровском, Болносом и Эдзином. А вот вы сказали про особенности, что это будет жаркая игра только в этом особенности этого турнира, потому что Хабаровс же неоднократно принимал международные состязания по бенде. У нас впервые мы также хотим немножечко поломать стереотипы, да, по вообще вот хоккею с мячом. Немножечко изменить правила, да, чтобы более жестче игра была, более интересно, чтобы не было каких-то вот симуляций вот этих. Мы будем заранее разговаривать и с командами, и с судьями. Хотим вот что-то новое вот преподнести людям и всему вообще хоккею с мячом. Также у нас будет грандиозное шоу, но шоу это будет перед финалом. Это не значит, что, да, вот с пятого, шестое, седьмое ничего не будет, да, а только вот открытие восьмого числа будет. Нет. Каждый день будет определенное шоу, да, но оно как по нарастанию будет. Также не только на поле это все будет, но и по трибунам помещения. Хотелось бы, чтобы приходили семьи с детьми, потому что будет очень много там анимаций для детей сделано. Я вот насколько знаю, в Сан-Двикини, когда проходит клубный как раз-таки турнир, там какой-то очень жесткий график, что команды играют чуть ли не несколько игр в течение суток. Вот здесь, в Хабаровске, как будет строиться? Вот в этом плане вот мы хотим тоже внести изменения. Я считаю все-таки это не совсем хорошо для хоккея, да, для качества хоккея, потому что к финалу, да, когда уже вот к четвертому дню подходят команды, они уже выжатые, как лимон, как говорится. А здесь получается одна игра в день у команды, вот, два по 45, на Кубке мира два по 30 получается, да, а здесь мы все-таки хотим сохранить свой стандарт, не сокращенный делать. Вот одна игра в день, это более чем достаточно для того, чтобы на следующую игру выйти полностью восстанавливать. А насколько сложно было вообще заманить тех же шведов к нам сюда, на Дальний Восток? Для них это вообще крайне близкий. На самом деле очень большая работа была проведена, даже, ну, многие представить не могут, да, тяжело было заманить и получается, что мы даже несем определенные затраты для того, чтобы их привезти сюда. Мы оплачиваем командам перелеты, поэтому… А вообще почему? Только так вот, как бы, в данный момент получилось заманить, потому что шведы, им нужно заранее все это говорить. Они даже вот после того, как мы заключили соглашение между двумя сторонами, да, они попросили на следующий год заранее. Им также эта идея очень сильно понравилась. Они в полном восторге и говорят, ребят, пожалуйста, только вот по-хорошему. После турнира вы можете даже сразу же нам отправить приглашение, и мы запланируем это заранее, как бы нам будет все намного проще спланировать и прилететь к вам. То есть после турнира приглашение, соответственно, такой турнир может стать ежегодным? Да, мы хотим это сделать не разовую какую-то акцию, да, ежегодно мы хотим проводить. И цель вообще еще увеличить состав участников. На сегодняшний день, получается, у нас четыре команды, на следующий год мы планируем шесть, восемь, где-то десять. Ну и плюс, конечно, самое главное, чтобы это были только топовые команды, которые входят в пятерку, в шестерку. Василий, вот откровенно говоря, мы же все прекрасно понимаем, что организация такого международного, тем более, турнира, это дело а. хлопотное, б. затратное. Почему вот в преддверии сезона именно вы решили взяться за организацию этого турнира? Ну, я не знаю, я люблю как-то двигаться вперед, да. Наверное, мое время такое ушло. Я не знаю, как это объяснить, но мне хочется просто, чтобы Хабаровск увидел что-то новое, да. Мне хочется, чтобы хоккей с мячом в России приобрел тоже что-то новое, как мы сказали. Ну, во-первых, для Хабаровска это значимый исторический момент, да. Для России это новый толчок в виде нашего вида спорта, да. Поэтому я, в общем, хочу, чтобы он развивался, да, не только, как бы, я извиняюсь, конечно, хоккей-шайба, да, чтобы там гремело, там на слуху было, да. И говорили, что вот шайба вот креативнее намного, чем хоккей с мячом, да. Мне точно так же хочется, чтобы хоккей с мячом звучал только на всех самых лучших. Что касается билетов, да, когда они появятся и сколько будут стоить, уже известно? Билеты появятся у нас уже после, ну, на этой неделе они уже, в принципе, у нас появятся. В продаже будут продаваться на ДВХаб поначалу, да. А где-то вот, может, с середины августа уже будут в кассах арены Ерофей продаваться. Минимальный билет будет стоить на групповом этапе 400 рублей, да. Этот же билет на финале будет 800 рублей стоить. Центральные, самые лучшие центральные места на групповом этапе будут 1000 рублей стоить, а на финале 2000 рублей будет стоить. Но здесь какой еще есть нюанс? То, что когда ты покупаешь билет за 400 рублей, да, ты имеешь право прийти на две игры. Первая игра у нас получается начало в 17.00, вот. А с участием в «Скане втяника» все игры будут проходить в 19.30. Поэтому приобретая один билет, да, ты имеешь возможность прийти как на первую, так и на вторую. Ну, я думаю, это для всех будет удобно и выгодно. Василий, спасибо вам большое. Хочется пожелать вам удачи на дальнейших этапах подготовки к турниру. Да и на самом турнире, честно говоря, тоже хочется пожелать удачи. Да и в сезоне тоже. Честно говоря, вот хочется, чтобы и хабаровчане пошли, посмотрели игры этого турнира. Да и, может быть, хочется надеяться, наверное, на то, что и заграничные гости тоже посетят его. Почему бы и нет? Напомню, что у нас в студии был Василий Грановский, капитан хоккейного клуба «Сканевтяник».